Этим летом корейская компания Hyundai бросила вызов эталонному фургону всех времен и народов, Volkswagen-у-транспортеру, выкатив модель Staria. Сначала публике предъявили пассажирские версии, а сейчас пришло время презентовать грузовую машину. В отличие от транспортера, Hyundai Staria демонстрирует совершенно легковую конструкцию с поперечным расположением мотора, передним приводом, независимой задней подвеской и восьмиступенчатой автоматической коробкой. Создавая новинку, инженеры смогли предельно занизить уровень пола, одновременно задрав крышу максимально высоко. Это гарантирует удобную посадку водителя, а также вместительный грузовой отсек объемом 5 кубометров. Несмотря на коммерческий статус модели, в интерьере присутствуют продвинутая медиасистема и виртуальные приборы. Самих вариантов салона может быть несколько. Кроме чисто грузовой однотонки, вдобавок готовятся пятиместные исполнения. Видимо, огромный планшет посреди передней панели — новая реальность для развозного Кумтранса. Во всяком случае, обновленному фургону Renault Traffic также перепал 8-дюймовый экран медиасистемы. Помимо него, французский LCV вдобавок примерил радикально перекроенное убранство кабины, а также иное оформление передка. По замену пошли крышка капота, решетка радиатора и бампер, а галогеновые фары сдали пост светодиодным. Наконец, Traffic обрел комплекс электронных помощников и немного изменил гамму моторов, куда входит несколько вариантов двухлитрового турбодизеля. Коробки передач, шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив. Любопытно, что пассажирский Renault заполучил все это около года назад. Но до грузовой машины обновки дошли только сейчас. Следующая новость из мира больших грузовиков. В немецком Ульме открылось совместное предприятие по выпуску электрических автомобилей большой грузоподъемности. Огромный завод с годовой мощностью 3000 машин запустили и Века, и Никола. Единственная пока модель Никола 3 будет иметь модификации на чистом электричестве и водородных ячейках. В качестве железного базиса используется новейший магистральный тягач Ивека S-Way. От него взяты кабина, рама и элементы шасси. Добавим, что американский стартап Никола Корпорейшн подпортил себе репутацию на родине обвинениями в создании финансовой пирамиды. Однако запуск целого завода и появление реальной техники должны опровергнуть сомнения скептиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова